Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Arum Capital». И с нами сегодня аналитик компании Arum Capital Владислав Лоробьев. Владислав, приветствуем вас! Здравствуйте, друзья! Всем, как всегда, доброе утро, добрый день или добрый вечер, в зависимости от вашего часового пояса. Рад вас их видеть на сегодняшней аналитике ежедневной. Понедельник, начинаем новую рабочую неделю, 19 число. Весна в самом разгаре. Это я потом расскажу, какая у нас весна. Ну а для начала давайте, собственно говоря, поговорим с вами об общих важных вопросах и перейдем непосредственно к теме нашего общения. Поговорим о финансовых рынках. Итак, друзья, начнем с Arum Capital. Вспомним, что Arum Capital является международным брокером. Лицензия CISEC номер 323-17. Каждый из вас по-прежнему может самостоятельно найти ее на сайте CISEC и посмотреть более детальную информацию о нам. Также напоминаю, что работа с Arum Capital это 100% на ebook, то есть все ваши сделки всегда выводятся на реальный рынок. Метод заключения только STP и Market Execution. Также напоминаю, что торгуя с Arum Capital вас ждет целый ряд преимуществ. Конечно же, это исполнение ордеров только по лучшим ценам, максимально возможные узкие рыночные спреды, также полная прозрачность торгового процесса. И, как я люблю говорить, и во что искренне верю, самое важное в наши дни – это отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером. Напоминаю, что Arum Capital зарабатывает исключительно на комиссии с каждого вашего торгового лота, и об этом можно тоже более детально почитать в регламенте. Также напоминаю, что вся представленная нами аналитическая информация, она просто является собой, мой взгляд, на финансовые рынки, не является истинной последней инстанцией и, конечно же, носит исключительно прогнозный характер. А доходность в прошлом, как вы знаете, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что в работе мы используем 30-минутный таймфрейм, это оптимальный временной интервал для внутридневной торговли. Также у нас с вами две скользящих – 12 и 48, обе экспоненциальные, как всегда, и обе подают нам сигналы на покупку и на продажу. 12 пересекает 48, сверху вниз сигнал на продажу, снизу вверх сигнал на покупку. Индикаторы MACD у нас с классическими параметрами 12, 26, 9, и больше всего нас, как всегда, беспокоит дивергенция. Пример дивергенции на вершине рынка – в левой части графика, а на дне рынка – в центральной части графика. Краешком глаза мы посмотрим на пересечение нулевой линии, индикатором MACD – это классический сигнал смены направления тенденции. Правда, нас он интересует постольку поскольку, только если ничего другого мы найти не можем. Основной упор продолжаем делать на анализ графический, уровни линии, тренда. Самое главное – это FIBA уровни, конечно же. Мы их прикладываем на законченные трендовые движения и ищем коррекции. 38,2% и 61,8% – наиболее вероятные коррекционные уровни. Также не забываем про фигуры, треугольники, кратные вершины и основания, вымпелы, флаги, клинья, ромбы, прямоугольники, головы и плечи обычные, перевернутые, кастрюли, они же блюдца, алмазы и тому подобное. Все, что можем найти, в общем, все используем в своих корыстных целях. Не забываем также про ценовые каналы, которые регулярно на графиках попадаются и тоже поддают нам ориентиры для принятия решений. Ну, в большинстве случаев хорошие, правда, бывают и исключения из этого правила. Друзья, что касается новостей. Ну, наверное, самая важная новость сегодня – это заседание, встреча стран G20. Все время, можно сказать, весь день в Еврозоне они у нас заседают и встречаются. Что можно сказать про это событие? Ну, конечно, здесь только следить в онлайне, то есть смотреть прямые трансляции, никак иначе. Быть готовым к любому повороту событий, а также не забывать, что если я все правильно прочитал, я читал в оригинале статью, то там вся девятая глава встречи будет посвящена криптовалютам и их регулированию. В всяком случае, я понял это именно так. Поэтому будьте бдительны и внимательно смотрите, особенно если вы торгуете криптой. Возможно, очень сильные движения. Во всяком случае, я тут, что называется, держу руку на пульсе и буду оставаться в пределах досягаемости монитора в обязательном порядке, чтобы просто смотреть, что же там произойдет и насколько все будет интенсивно и динамично. Поэтому будьте бдительны и внимательно следите за теми новостями, которые появляются. Лучше всего там на Блумберге трансляция, если она будет, то в онлайне ее смотреть. Ну и, друзья, в 3.30 завтра, это ночью 20 числа, протокол заседания Банка Австралии. То есть последнее решение о подставке и сопутствующая информация. Опять же, если торгуете австралийским долларом и не спите в полчетвертого утра, то в принципе, да, на эту новость можно обратить внимание. Если две вышеперечисленные вещи вас не касаются, я думаю, можно спокойно отдыхать и это событие пропустить. Ну а теперь давайте более детально вспомним наш торговый набор. Я, друзья, уже даже немножко устал напоминать, что наш набор не является и никогда не являлся окончательным. Вы можете влиять на те инструменты, которые мы рассматриваем. То есть это можно сделать путем написания в чате того, что вам интересно. А пока что у нас список такой. Евро, фунт, иена, франк, это что касается классики валютного рынка. Золото и серебро. Также у нас Dow, S&P, Евросток и Никей. И нефть с природным газом. Ну и, как всегда, инструменты-бонусы. По традиции это криптовалюта. Сегодня давайте не будем делать никакой тайны и интриги. У нас остается эфир и биткоин. Я думаю, многим интересно. Все-таки основные валюты на криптовалютных рынках. Может быть, с завтрашнего дня что-то поменяем. Посмотрим, как будут развиваться события. Хотя у меня сейчас по криптовалютам есть одно соображение. Я его тоже в конце нашей встречи озвучу. Начнем с евро-доллара. Обратите внимание, что по евро-доллару мы в таком устойчивом, нисходящем движении. Восходящем это в мечтах. Нисходящем, да. Пробили мы эту границу канала в четверг. Напомню, в пятницу, как видите, продолжили падение. И понедельник тоже не стал исключением. Снижаемся. Глобально у нас здесь цель 1.21.35, но локально у нас есть хорошая поддержка на 22. То есть как раз по нижней границе канала. Кто из вас уже находится в продажах, я так чат просмотрел и немного услышал, о чем шло обсуждение. А то, в принципе, я считаю, что продажи по евро вполне актуальны. Особенно, если вы начали продавать раньше. Если говорить о ситуации сейчас, ну, половина канала широкого отработанного, сходящего. Сейчас мы по центру маленького нисходящего. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Не лучшая точка для входа в рынок. Поэтому, как бы, я бы оставался вне рынка. Но если вы уже сидите в продажах, отметка 1.22. Это первая остановка. Ну, а следующая, если пробиваем, 21.35. Если это случится сегодня, то по странному стечению обстоятельств, ширина маленького канала, приложенная пока что в гипотетическую точку пробоя, даст нам те же самые уровни, что и пробой вот этого большого восходящего канала. Поэтому 21.35, с моей точки зрения, такой ключевой уровень в данный момент. Далее, друзья, по скользящим у нас продажи наступили давно. Правда, сейчас мы в канале, поэтому сигнал вторичен. Вот, по МСД все в порядке, дивергенции нет, вроде как продажи и движение развивается. Далее, друзья, британский фунт. Что касается британского фунта? В отличие от евро, мы не снижаемся такими катастрофическими темпами, но, судя по всему, будем, если движение продолжится. Я напомню, что есть шанс, что вы находитесь в покупках с целью 40.75 и со стопом 38.45. Сейчас, грубо говоря, мы опустились чуть ниже точки открытия в прошлый вторник. Это было уже почти неделя прошла с тех пор. Что делать сейчас? Два варианта. Либо мы признаем, что мы ошиблись и закрываемся с небольшим минусом, либо мы все-таки ждем и дождемся или стопа, или профита. Зависит от того, готовы ли все-таки дальше идти на такой риск. Ситуация поменялась с тех пор, как произошел пробой, поэтому здесь, с моей точки зрения, оптимальный вариант закрыться, удалить все ордера и начать наблюдать за происходящим. Потому что вполне себе представляю, что мы можем получить продолжение падения и не вижу смысла терять лишние деньги. Их никогда не бывает лишних. Поэтому здесь у меня такая точка зрения. Если говорить о том, стоит ли продать сейчас, ситуация спорная. С одной стороны отбой от верхней границы нисходящего канала, а с другой стороны мы стоим на верхней границе горизонтального и тут такая зона неопределенности. Поэтому прямо сказать, что из этих точек надо продавать, я бы не сказал. А вот закрыть покупку предыдущую, да, будет маленький минус, и поудалять ордера, с моей точки зрения, логично. Потому что ситуация, повторюсь, поменялась. По скользящим смотреть тут не на что, по MACD, да, аналогично. Он тоже практически прилип к нулевой линии, то покупки, то продажи, и ничего не происходит. Швейцарский франк. Обратите внимание, отработал наш треугольник. Ну, здесь будем считать, что я угадал направление движения. Вот, напомню, что в четверг мы с вами общались, говорили по поводу решения о поставке, которое бывает раз в квартал, ставку не поменяли. То есть, в принципе, это негативный фактор. Правда, по факту публикации самого решения о поставке реакции вообще не было никакой. Однако дальше мы продолжили дешеветь. Ну, франк продолжил дешеветь. Пробили треугольник и выполнили цели по нему. То есть, в принципе, направление мы с вами определили верно. Если кто из вас этой ситуацией воспользовался, ну, графический анализ в очередной раз доказал свою состоятельность. По скользящим продолжаются покупки. По MACD, в принципе, тоже дивергенции здесь нет. Ну, вот это нельзя считать дивергенцией, напомню, потому что было пересечение нулевой линии между двумя пиками. А здесь дивергенции нет. Выше-ниже, выше-ниже. Поэтому можно сказать, что продолжаются покупки. Мы просто стоим выше нулевой линии. Покупать сейчас на максимумах тоже не лучшая идея. А вот если у кого-то из вас покупки были с прошлой недели, с моей точки зрения оптимально сейчас их зафиксировать. И похвалить себя за хороший результат. Далее. Йена. Йена идет к 105.30. Делает она это медленно, но уверенно. В общем, у нас появился нисходящий канал. В пятницу мы отбились от его верхней границы. Сейчас на горизонте маячит нижняя. Это приблизительно 105.40. И там буквально 10 пунктов остается до отработки цели. Поэтому кто из вас в продажах, готовьтесь. Скорее всего, совсем чуть-чуть осталось и будет звездный час. Момент для фиксации прибыли. Кто из вас в эту продажу не зашел, ну, понятное дело, сейчас входить бессмысленно. То есть у нас 75% цели отработано. Ну, и мы находимся посредине вот этого нисходящего канала. То есть если мы сейчас открываем продажи, ну, с моей точки зрения, это не совсем логично и правильно. То есть противоречит моим торговым методам. По МСД продажи, по скользящим, ну, мы в канале пересекаемся, смотреть не на что. Далее, друзья, золото. Напомню, что мы с вами сделали по золоту в пятницу. Мы зафиксировали наш результат. Он был немного отрицательный. Ну, четверг, пятница у нас были ключевые моменты для этого. То есть, да, в сравнении с точкой открытия мы потеряли чуть-чуть, буквально там где-то, ну, 2-3 доллара. Нет, врум чуть больше, около 4-5. Мне просто проще рассуждать, у меня не было сделки, поэтому, знаете, так всегда со стороны проще говорить, если ты был вне рынка. Вот, поэтому здесь мы получили небольшой минус, но решение, как вы видите, было абсолютно верное. В противном случае, сегодня под утро, а может быть, даже и в пятницу вечером, был бы процесс кусания локтей и сожаление о том, что все-таки в покупках остались. Напомню, что я вообще не сторонник таких решений, когда мы удаляем ордера, закрываем сделки вручную. Я в большинстве случаев, ну, в 99% придерживаюсь правила, если мы поставили стоп и профит, мы ждем либо того, либо другого. Но бывают исключения из этого правила. Исключения, когда рыночная ситуация меняется. Или, например, исчезает тот сигнал, который, на основании которого вы вошли в рынок. То есть мы зашли, 2 недели цена стояла в боковике, про этот канал уже все забыли, никто его не спешит отрабатывать. Все. То есть ситуация поменялась, надо вовремя иметь мужество принять решение, закрыть сделку и поудалять ордера. Это очень важный момент. Иначе, в противном случае, если всегда следовать правилу, что вот до последнего стою, количество убыточных сделок будет больше. И этим лучше не заниматься. То есть всегда нужно мониторить ситуацию, держать руку на пульсе и признавать свои ошибки и закрываться раньше, если видим, что уже, ну, все, не идет цена в нашу сторону. Что сейчас? Я полагаю, что распродажи продолжатся, но ничего конкретного ниже отметки 1302 я вам не скажу. Я бы с радостью сказал, но здесь нижняя граница канала, ну, наверное, разве что отметка где-то 1299. Это вот эта минимальная точка, вот эта экстрема. А ниже все покрыто мраком и тайной. И то 1302 нас может остановить, потому что нижняя граница канала все-таки можем получить отбой. Если к верхней придем, продажи. Сейчас же входить в рынок от середины канала с целью там движения в 4 доллара, я логики в этом не вижу. Поэтому считаю, что лучше воздержаться, если сделок не было. Если вы сидите в продажах, это вполне реальные ориентиры. То есть 1302 и 1294. Следующая за ним. Далее, друзья. Так, кстати, по скользящим тут смотреть не на что. Пересечение в канале. По МСД вроде как продажа. Дивергенции тут нет особо. Все пока развивается вниз. Серебро. Если вы не закрывали сделку по серебру, а скорее всего закрыли, то 16-15 уже на горизонте. Я полагаю, что достигнем. Некоторые даже разглядели здесь флаг. Я с утра читал интересные мнения на серебре. Лично я, друзья, это флагом назвать не могу. Он начнет выглядеть нормально, только если включить 5-минутку. На получасовке это флагом никак нельзя назвать. Движение под 90 градусов, коррекция какая-то непонятная. На 5-минутке выглядит красиво, спору нет. На получасовке очень маленький формат фигуры. Но в целом это все равно ведет нас в район отметки 16-15. Поэтому кто сидит в продажах, готовьтесь. Совсем скоро можно будет фиксировать прибыль. И 16-15 мы, скорее всего, выполним. Если вы вне рынка и закрылись, то в рынок сейчас заходить точно не стоит. Далее. Dow, S&P, Евросток и вся индексная фондовая братья. Друзья, на тему фондовых индексов. Как вы понимаете, я не торгую сейчас ими по понятным причинам. Потому что, глядя на вот такие каналы, мне лично больно и печально. Потому что я не вижу здесь возможности принимать какие-то правильные или вменяемые даже решения. Не то, что правильные. А просто вменяемо проанализировать текущую ситуацию. Поэтому, с моей точки зрения, смысла сейчас лезть на фондовом рынке вообще нет не готова. Я, конечно, понимаю, что тяжело сидеть, когда сигналов мало. Но я вкратце об этом тоже скажу в конце встречи. То есть это такой полезный момент. И, во всяком случае, для тех, кто недавно на рынке, это будет очень хороший опыт. Мне-то с моим опытом давно все это без разницы. То есть я спокойно это пережидаю, но прекрасно понимаю, как начинающие чувствуют себя, когда нет сигнала на вход. Поэтому об этом в конце встречи расскажу. Чуть-чуть немножко лирики, что называется. Пока что вердикт простой. Доу не трогаем, S&P аналогично не трогаем. Но вы сами видите. То есть мы пробили в боковике верхнюю границу нисходящего канала. И, судя по всему, сейчас отправимся вниз. То есть, глядя на это, мы уже практически на вот этом уровне поддержки. Если мы его пробиваем, дальше опять полетим вниз. Поэтому нет здесь смысла принимать решение. А если мы его принимаем, мы, получается, идем в разрез с базовыми правилами торговли. Итого получается, что оптимальный вариант – это сидеть вне рынка и просто наблюдать за всем этим… Даже не знаю, как его назвать. Ерундой за всей этой, которая происходит на фондовых индексах. У меня нет нормальных слов. Поэтому я даже не могу здесь какой-то вменяемый анализ сделать. То есть я просто за этим смотрю и понимаю, что я не понимаю текущую ситуацию. Лучше оставаться вне рынка. Следующий наш инструмент – евросток. По евростоку, кто из вас в пятницу все-таки вышел, вы получили меньший убыток, чем я. Меня можете поздравить. Хотя я пока что еще стоп не получил. Но, поверьте, скорее всего, сегодня получу. В такой ситуации удалять ордер бессмысленно. И удалять и стоп, и профит. Ну, логики в этом никакой, потому что вот это расстояние уже ничего не меняет. То есть здесь просто исключительно очень смутная надежда на то, что мы все-таки можем развернуться и пойти вниз. Я трезво отдаю себе отчет, что очень большая вероятность, что этого не произойдет. То есть, скорее всего, 34, 55, 50 будет в самое ближайшее время. А там, собственно говоря, и стоп-лосс, и закрытие этих продаж. Поэтому я себя спокойненько жду. Если вы закрылись в пятницу, ваша потеря была меньше. Если вы не закрылись, готовьтесь. То есть, как бы я вас предупредил, что такой вариант возможен. Поэтому тут такая история. В зависимости от того, в рынке вы или нет. Новых сделок, конечно, сегодня открывать не стоит. Если вы вне рынка, посмотрите сами на то, что происходит. И поймите, что лучше этого не делать. По скользящим, кстати, покупке по MACD вроде как тоже. Дивергенции тут тоже нет. Поэтому какое-то движение вверх, скорее всего, прямо к стопу будет. А дальше посмотрим. Далее, друзья, Nikkei. Но как-то не странно. Но тем не менее, несмотря на всю невзрачность и невежество, можно сказать, этой фигуры. Ну, вы сами видите, это и не треугольник, и не клин, и не канал. И тут полно недоходов. И выглядит это бог знает как. Но тем не менее, 21,270 мы, скорее всего, увидим. Причем в самое ближайшее время. То есть, мы отработали уже 75% цели по этой фигуре. И осталось всего ничего. Посмотрим, что произойдет. Будет нам интересная наука. Может быть, введем свою новую классификацию вот таких вот некрасивых фигур. Но это шутка, естественно, то есть, понятное дело. Но тем не менее, факт остается фактом. Несмотря на то, что графический анализ здесь явно подводил, но вот это вот недоразумение, судя по всему, отработается. Опять же, мы в рынок не входили. Может быть, конечно, кто-то из вас продал, но я даже в страшном сне не представляю, где можно было это сделать, видя этот график. Но, в общем, если вы продавали, вот этот ориентир остался тем же. Если вы в рынок не входили, просто смотрим, что произойдет. По МСД, кстати, есть какой-то легкий намек на дивергенцию. Но понятно, что когда горизонтально все и практически нет нисходящего движения, то и разворачивать нечего. Поэтому, скорее всего, здесь дивергенция не состоится как таковая. Мы минимумы обновим. И по скользящим здесь тоже продолжаются продажи. Итак, друзья, нефть. Ну что, кто со мной ждал в пятницу, дождался стопа. Кто все-таки перенес, напомню, это было в среду, вот, как вариант, ну да, в четверг мы обсуждали, что за минимум, за максимум среды можно было перенести стоп. Тот заработал где-то там от 200 до 400 долларов прибыли. Кто этого не сделал, добро пожаловать в клуб тех, кто получил по нефти стоп-лосс. В общем, вывод неутешительный, ничего не изменилось, нефть по-прежнему не технично двигается. Я за это расплатился стопом на своем торговом счете, вы, если тоже ждали, расплатились на своем. Пока что берем тайм-аут и наблюдаем за процессом. То есть рынок по-прежнему не определился, куда идти, и он крайне не техничен. Далее, друзья, газ. Что касается газа, не сработал стоп 2.65, обратите внимание, мы развернулись и уже отбиваемся от 23.6 и можем вполне вернуться к 38.2. Напомню, что ждем 61.8 по FIBA 2.97. Стоп перетащили в безубыток и в любом случае где-то от 150 до 300 долларов мы зарабатываем. То есть эта сделка в любом случае прибыльная. А сейчас просто хотим выжать из нее побольше. Но учитывая то, что мы месяц шли к отметке 38.2, можно предположить, что 61.8 мы можем идти еще недельки две. Учитывая то, что газ сейчас довольно мало подвижен, поэтому настраивайтесь на то, что сделка себе продолжает существовать. По MACD, кстати, наступили покупки, это порадовало. По скользящим тоже есть пересечения покупки. Ну, так, в целом все осталось по-прежнему. Цели неизменны, прибыль тоже. Ждем результатов. Итак, друзья, наши бонусы. Ну, начнем давайте с эфира. Эфир, друзья, сделал то, чего я от него никак не ждал. Ну, он пошел дальше вниз. То есть я предполагал, что такой вариант возможен, учитывая внешний вид этого треугольника. Но также, помните, мы говорили, что есть вариант, что мы пробиться сможем выше. И тогда у нас будет 670. Я никак не ожидал полета в район 440. Но, опять же, одно дело, что мы там ожидаем, другое дело, то, что рынок делает. Это, как правило, бывает, не совпадает наши ожидания с реальностью. В целом, пока что вообще никто не отменяет нисходящее движение. И здесь, наверное, больше хочется обратиться к тем, кто держит эфир. Ну, или там какие-то свои сбережения в криптовалютах, кто добывает криптовалюты. Друзья, я не разделяю ту истерию, которая сейчас происходит. А я иначе, если честно, назвать это не могу. Потому что я почитываю различные источники. В общем, все в панике. Там майнеры уже кричат, как же мы будем жить дальше. Те, кто держит криптовалюты, кричат, как же мы будем жить дальше. В общем, все пропало, все упало. И на этом все, все криптовалюты закончатся. Мы все умрем и так далее. Я начитался уже достаточно таких комментариев. Скажу честно, из своего опыта я это все не разделяю. То есть, как бы, это, ну, не знаю. Может, если вы пришли на рынок два месяца назад, или там, я не знаю, в декабре, и увидели рост биткоина до 20 тысяч и думали, что так будет всегда, но если у вас опыт очень небольшой, вас, наверное, это все может напугать. Но если вы видели падение на криптовалюте раньше, то есть я, наблюдая это уже более четырех лет, торгую на этих графиках и слежу за ними. Если вы знаете, как вообще ведутся финансовые рынки, ну, лично я не вижу никакого повода кричать, что вообще все пропало. То есть, как бы, я вот этой истерии, скажу сразу, не разделяю. То есть, все нормально, да, мы падаем. Ну, типичная ситуация. Тем, кто держит, я обращаюсь и к себе, и к тем, кто добывает криптовалюты, кто просто покупает. Ну, друзья, самое плохое, что сейчас можно сделать, это продать все, что есть по минимальным ценам. Вот это самый ужасный поступок, который можно совершить. Необходимо держать и ждать, то есть запасайтесь терпением. Рынок всегда вознаграждает тех, у кого достаточное терпение, чтобы выждать. Но это касается исключительно только вот такого реального, что называется, удержания. Если мы говорим о трейдинге, ну, здесь все по-прежнему просто, что вверх, что вниз движение есть, на том и на том можно заработать. Однако, несмотря на это, я принял для себя следующее решение. Я пока что по криптовалютам в рынок не лезу в плане трейдинга. Вот, не потому что мне там страшно или непонятно, хотя, наверное, непонятно все-таки больше, чем страшно. Я не совсем понимаю, как и когда становится это снижение. То есть где будет та самая точка. И пока что не вижу абсолютно никаких вариантов для покупок. То есть, опять же, многие кричат, ну, там, половина лагеря. Одни кричат, что все пропало, все ужасно. Другие говорят, так можно скорее закупайте на дне. Помните про пословицу, которая возникла в кризис 2008 года. Каждому, кто вчера купил на дне, сегодня второе дно в подарок. Это как никогда актуально сейчас для криптовалют. Пока я не увижу каких-то вменяемых признаков разворота, я не присоединюсь ни к тому, ни к другому лагерю. То есть я занимаю нейтральную позицию, просто не торгую, если не вижу сигналов. А так в большинстве случаев сейчас происходит и просто жду. Это что касается вообще глобального мнения о криптовалютах. Что касается закупки в долгосрок, кто занимается этим, я считаю, что есть смысл еще выждать. Потому что, скорее всего, мы окажемся еще глубже. И там будет интереснее покупать, чем сейчас. Какие-то более конкретные цифры, ну, в частности, по биткоину называл уровни. Сегодня можем посмотреть, что там случилось, что нет. Следующий наш герой – это биткоин. Обратите внимание, на 30-ти минутке у нас была следующая картина. Треугольник оказался дважды с обманкой. Ну, первый раз он пробился вниз, все могли поставить стопы. После этого мы подлетели наверх по классике, стопы выбили. Ну, конечно. Крупные игроки только так и делают с мелкими. И дальше, по идее, 8-950. Мы должны смело ждать. И, может быть, даже кто-то покупал. В общем, это второй стоп в итоге. Я, если честно, давно не встречал таких треугольников, где дважды, можно сказать, зарабатывают на начинающих трейдерах. Ну, вот, честно, давненько не встречалось подобного расклада. Но вот будет хороший опыт. Теперь вы будете знать, что бывают и такие ситуации. Опять же, это исключение из правил. То есть, я ни в коем случае не говорю, что так всегда. Наоборот, это вот реально такое, знаете, как влахнайское чудовище, которое появляется раз в 100 лет. Вот это примерно то же самое. То есть, это редкий случай, что мы дважды идем не в ту сторону. И в итоге дважды дают по стопам тем, кто знает и первую тактику работы, и вторую тактику работы по треугольникам. Вот. Ну, что здесь можно еще сказать. Поэтому, кто из вас был в рынке, ничем хорошим это не закончилось. Кто из вас не был в рынке и просто наблюдал, это я себе, я как-то спокойно воспринял. Все выходные следил внимательно за курсом, наблюдал обновление минимумов, можно сказать, в прямом эфире. Но в итоге в рынок так и не заходил, просто смотрел за происходящим. Что сейчас делать? Я свое мнение озвучил, считая, что по криптовалюте, как и по фондовым индексам, сейчас в рынок лезть не стоит. Если же мы говорим о долгосрочной закупке именно на кошельки монет, я бы подождал... ...и мы упадем еще ниже. Пока что конкретных цифр сказать не могу. Запустим терминал, график откроем, еще раз посмотрим на уровни. Итак, друзья, вкратце биткоин на четырехчасовке. Обратите внимание, флаг мы так и не отработали. Шесть пятьсот пятьдесят не достигли, перспектива этого тоже сохраняется. Поэтому здесь я не строю лишних иллюзий, что можем упасть прямо мгновенно. Итак, друзья, что касается нашей аналитической информации. Напоминаю, что это исключительно прогноз, мое видение ситуации, не рекомендация купли или продажи. Ну а доходность в прошлом, как всегда, не гарантирует доходности в будущем. Также напоминаю, что на сайте Arm Capital вы по-прежнему можете зарегистрировать свой аккаунт в свободном доступе. В вашем распоряжении пока что около 90 торговых инструментов. Скоро их станет гораздо больше. Поэтому с нетерпением ждем дальнейшего внедрения, что называется. В завершение нашей встречи я с вами не прощаюсь. Мы встречаемся завтра. Это 20 число в 11.00 на том же месте в тот же час. Отправляюсь в чат отвечать ваши вопросы. Ну и думаю, если там время осталось, дадут еще пару минут сказать. Запустим терминал и посмотрим более детально. На биткоин, конечно, что больше всего всех интересует. Всем спасибо и хорошей торговли. Спасибо большое, Владислав. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Пока вы запускаете терминал, хочу спросить. Игорь Екатеринбург пишет. Да-да, я свои фирмы уже хотел молотком разбить, если честно. Как, на ваш взгляд, еще молоток можно пока отложить или уже время пришло? Друзья, я бы вообще отложил, потому что помните, что тот, кто подается панике, тот всегда остается в минусе. Поэтому, чтобы на рынке не происходило, всегда надо сохранять хладнокровие. Я понимаю, это очень тяжело делать, особенно если там опыт не очень большой. Но ни в коем случае без радикальных решений. То есть там, если мы говорим о майнинге, без продажи оборудования и, опять же, криков, все пропало, все упало. Мы просто должны пережить эту ситуацию. Опять же, если вы давно следите за рынком криптовалют, это не первое, и я вас уверяю, не последнее падение. И далеко не первый и не последний рост нас еще ждет. Поэтому я здесь сторонник того, что надо сохранять хладнокровие. Да, это все очень неприятно, когда ты заходишь и смотришь, как твой портфель там тает на глазах каждый день. Но, друзья, это рынок, криптовалютный рынок, повышенные риски, повышенная волатильность. Ждем. И если вы держите, значит, режим hold, чтобы не случилось. А что касается трейдинга, вот маленькая ремарка. Поэтому я, собственно говоря, решил пока что воздержаться, потому что реально не понимаю той точки, где мы можем остановиться в этом снижении. А присоединяться к нему посередине, ну, как-то не особо хочется. Поэтому я сейчас выжил, занял выжидательную позицию. Понятно, поняли вас. А вот Павел Дагаев предлагает нам вспомнить лозунги HODL и TO THE MOON и другие. Поэтому я такой же оптимист. Я держу купленную криптовалюту Биткоин. Ну, и давайте посмотрим, насколько мои действия были правильными. Сейчас Владислав нам уточнит. Да я как бы, ну, кто я такой, чтобы судить покупки. Вот, друзья, мы, ну, наметили, как вы помните, три уровня. 7,250, 6,700 и 5,800. 7,250 увидели. Ну, что-то похожее на двойную вершину, либо канал, считаем, отработали. Но, опять же, если мы посмотрим вот на последний рост, который на четырехчасовке выглядит так хорошо, если мы посмотрим в масштабах дней, ну, это даже не окончание вот этого трендового движения. То есть, ну, это пока что вообще просто ни о чем. Поэтому, опять же, с одной стороны не стоит поддаваться панике, а с другой стороны, я считаю, не стоит считать, что прям вот это уже разворот. Вот, я лично жду ниже. То есть, подозреваю, что вот этот минимум мы все-таки перебьем. Не зря рисовал именно эти отметки. Посмотрим, что из этого получится. Ясненько. Хорошо, Владислав, поняли вас. Спасибо вам за ваш обзор и комментарий по биткоину. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Да, большое спасибо вам, Игорь. Большое спасибо всем, друзья, за внимание. Хорошей торговли. А, и тот момент, который еще хотел сказать напоследок. Вот, вы наверняка заметили, что в последнее время, вот еще про одну вещь хотел сказать. Есть у меня, наверное, минутка. Да, конечно. Отлично. Спасибо большое за возможность. Друзья, тоже вот много говорю, читаю, разной информации, зарубежные форумы почитываю. В основном, конечно, по криптовалютам. Вот есть еще одно мнение, которое тоже в последнее время пишут практически все, что все стало как-то непрогнозируемо. То есть там технический анализ не работает как следует, там с новостями не пойми, что творится. Я, друзья, вот вообще всегда тоже не подвержен массовой панике, но это тот редкий случай, когда я, наверное, соглашусь вот с этим общественным мнением, которое тоже витает в воздухе, которое все высказывают. То есть все действительно с точки зрения графического анализа работает не так хорошо, как всегда, причем далеко не так хорошо. И я бы даже экстраполировал это с криптовалют на многие другие инструменты, в частности на фондовый рынок и на ту же нефть, например, на энергоносителя. То есть есть инструменты, которые сейчас с точки зрения графического анализа просто очень сильно сбоят. Поэтому здесь тоже это можно только принять как данность. То есть это не попытка там оправдаться или оправдать как-то отсутствие большого количества сделок. Я по-прежнему считаю, если нет сигнала, в рынок лезть не надо. Поэтому здесь тоже запаситесь терпением и просто ждите. И помните, что трейдинг – это не работа. То есть вас никто не будет с утра и не говорит «торгуй сегодня, иначе я тебя уволю». То есть это немного другая история. То есть вас никто не заставляет торговать. Вы сами выбираете, когда совершать сделки. Я рекомендую выбирать, когда к этому есть сигналы. А если нет сигналов, у вас отдых и незапланированный отпуск. Как-то так. Поняли вас. Хорошо, Владислав. Спасибо вам большое за ваш комментарий по этой теме. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Да, взаимно. Всем удачи. Увидимся завтра. Хорошей торговли, если будут сигналы. Спасибо. До свидания.